Аквариумная вода Далее бактерии, находящиеся в воде, грунте и фильтре, разлагают аммиак до нитритов, потом до нитратов, далее в газообразный азот и уводят из аквариума. Так вот, сколько бы в аквариуме не было полезных бактерий, сколько бы не было в них живых растений, которые также поглощают нитриты, такой бы мощный фильтр в нем не стоял, такие бы стартовые препараты вы не применяли, все равно в нем будут накапливаться яды. Что происходит в аквариумах, которые долго не меняют воду? Рыбы такого аквариума просто привыкают к ядам. В их организме происходят необратимые изменения их внутренних органов. Рыба слабеет, их иммунитет падает. Сам же аквариум реагирует на избыток азотистых соединений, неприятными запахами из аквариума и вспышкой водорослей. Смена аквариумной воды – это один из важнейших способов поддержания биологического равновесия в аквариуме. Однако делать подмену нужно грамотно. Например, полная подмена воды – это путь к биологическому дисбалансу в аквариуме. Есть такое заболевание у рыб, как газовая эмболия. В двух словах это попадание мелких пузырьков воздуха в сосуды и кровь рыб. Происходит закупорка сосудов, рыба начинает плавать боком, и в ене становится тревожным. В плавнике и все тело начинает судорожно дрожать, и как исход – гибель рыб. Часто причиной этого является плохо отстоянная аквариумная вода, а также слишком усиленная аэрация аквариума. Дело в том, что водопроводная вода слишком насыщена пузырьками воздуха. Только представьте, какой путь она пройдет, прежде чем попасть в ваш водопроводный смеситель. Таким образом, залив сразу водопроводную воду в аквариум, вы очень рискуете. В данном практике может быть все и нормально, но это игра, похожая на русскую рулетку. В процессе отстаивания мелкие пузырьки воздуха постепенно объединяются и покидают воду. Как правильно и сколько по времени отстаивать воду? Тут все просто. Вода должна отстаиваться в сосуде с широким горлом. Оптимальный вариант – эмалированное кастрюле, ведро, тазик. Оцинкованные и алюминиевые ведра использовать нельзя. Тара не должна быть металлической, ржавой, а также сделанной из токсических веществ и красок. Использование пластикового ведра – самый оптимальный вариант. А что же делать владельцам больших аквариумов? Если новый аквариум, то воду можно залить прямо в аквариум. Добавить для улучшения качества воды различные кондиционеры. Ну а для подмены лучше всего приобрести какую-то пластиковую тару. Другими способами являются кипячение, заморозка, а также покупка воды в магазине. Общей рекомендацией при использовании неотсоянной воды для подмены воды в аквариуме является использование кондиционеров, таких как Аквасейф. Так сколько и как часто подменивать воду в аквариуме? Общепринятая норма – это 1 четверть воды в аквариуме раз в неделю. Но это не является панацеей от всех бед. Все очень просто. Все аквариумы разные. Все разные рыбы, разные растения. Есть рыбы, которые не любят частую смену воды. Она их только раздражает. Обилие живых растений в аквариуме также уменьшает загрязнение в аквариуме. Да и вообще, у кого-то большой аквариум, у кого-то маленький, и вы сами должны приноровиться к своему аквариуму о том, сколько и когда менять воду в вашем аквариуме. При этом вы должны учесть объем аквариума, население, индивидуальные особенности рыб, наличие и количество растений, мощность фильтра. И напоследок небольшой акцент для начинающих аквариумистов о том, что менять нужно воду после чистки аквариума, а не до нее. Если вам понравилось данное видео, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал для тех, кто все еще этого не сделал. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова